Боже наш, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе. Просим Твоей милости. Благослови брата Иакима в пути, и расположи сердца начальствующих к ним, чтобы не препятствовали восстановлению поселения. Умягчи их сердца, и страх Твой наведи на них, чтобы они познали Тебя, единого истинного Бога. Ибо Твоя земля и Тебе принадлежит, Господи. Когда народ возвращался на свое место, как Наиминь, весь город приветствовал ее, но наступили другие времена, когда люди радуются, как ночные филины развалинам, как дикие кошки, как привидения ночные. Господи, дай им Твой образ, дабы стремились к Твоему подобию, и сохрани это место, освященное столькими молитвами, богослужениями, столько радости получили люди, саделая воистинным музеем, получающим людей. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови нас, Господи, и помилуй, и поши добрых людей, которые могли бы пожелать и без помощи государства научить детей доброму, дабы они опознали Тебя, единого истинного Бога. Пошли нам, добрых помощников. Господи, вразуми Романа, отгони от него духа лжи, не дай ему погибнуть в этом заблуждении. Благослови Никиту, дай ему желание трудиться, а не скитаться по земле. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот, аналой, мы били в колокол здесь. Что значит 4 удара? Да, Евангелие считается. Господи, отними милости Твоей. Ты сам сказал, придите ко мне, труждающиеся обремененные, я успокою вас. Мы такие к Тебе приходим. Успокой нас с исполнением желаемого. И труды наши добудут благословенно. И избавь нас от злых людей и вредящих зверей. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови, Господи, Патриарха, Епископа, Священников, Паства и даруй всем духовное рождение. Аминь. Дай страх Твоим правителям, сохрани их от покушения на них. Ты их знаешь, Господи. Научи насценить это мирное время. Хвала Тебя за все. Аминь. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов, за все, что Ты посылаешь по силам. Сверхсил Ты никогда не даешь человеку, но при умножении испытания увеличиваешь и силу его. Тебе, Господи, слава. Тебе хвала за Слово Твое, за Святую Библию на русском языке. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Так, мы начинаем с Нестором работать. Что нам сейчас с тобой, Нестор, необходимо? В первую очередь. В первую очередь нам нужно покрасить кельи. Кельи покрасить. А ты вот посмотри, в прошлый раз выходили, смотрели, гляди. Ну, а дуванчики ничего не трогать. Ты вот это видел, как вы замазали, что ничего нету, даже не тронуто. Иди, горсти две сделай, с соломой затолкай и замажь. И обойди вокруг, на глазах, на глазах, может сделать. Глину с соломой. Все. Я отошел. Смотри, как музей, комплекс. В яме глина. Комплекс означает совокупность. У нас еще где-то, кроме этого, еще 13 мест в деревне, которая относится к лагерю. Тазик возьми или какую-нибудь емкость. Вон там есть пластмассовый тазик. Вон, синенький. Надо виноград поднять сегодня, Володя. В рабочей келье. Заходи вот в рабочую келью. Там тазик маленький такой. Все. С Богом иди делай, разводи. А я пока траву начну вокруг обрывать. А то комиссия приедет, скажет, что же у вас в музей заросло. А скажет, ну по тому, на мой, здесь. Ну что, нашел? Что ты долго ищешь? Конечно, вот бери. Тебе хватит развести. Соломки возьми сразу примерно. Хватит. Все. Может еще день подмашешь. Все, глину туда и водички все, и разводи. Да, работа много, конечно. Сейчас кепку одену. Перчаточки. О! Нестор, ты это близко не подходи. Смотри, какая опасная лучь. Это надо чем-то накрывать ее. Нестор, ты набери холодную. А, этим можно по неделе тушать. Давай, давай, быстрее набирай. Понимаешь, что нельзя? Все. Дай сюда. А вы думаете, она ослабеет? Да, дело не ослабеет. Она же высыхает. Это же температура кипения. То есть надо помешивать, чтобы она тут растворялась. Я ложу голову, потом пойду к каменькам. Сейчас опять вариться будет. Будет, будет. Так что близко не подходи. Может еще где-то подмазать надо. Так что заводи его. Уйдет все равно куда-нибудь. Так гасится известка. Ну, конечно, она во фляге. Но во фляге у меня там старая известка лежит. Я не стал там гасить. Говорили, что известку надо сразу гасить. Иначе она пропадает. Ну, вот эта вот саллофа не лежала. В пакетах саллофана вот они лежат. И сохранилась всю зиму в помещении дома. Значит, все-таки можно и подольше ее хранить. Если туда влага не попадет, конечно, влажность. Вот надо сейчас воды добавлять сюда еще. Это у нас бак с водой. Очень удобный для полива. Используем. Ну, и не только для полива. Сейчас братьям разведу. Тут Игнатьич с Нестором будут заниматься побелкой в лагере. А я пойду с девочками там. Дробот Фроси. И с Украины приехала Марина с дочерью Полиной. С Полиной. Будем грядки пропалывать. Работы много. Трава быстро растет. Потому что дожди были недавно. Почти всю весну. Вот. Слава богу. Так, Нестор, близко не подходи. Она еще реакция проходит. Там. Ну, конечно, хватит. Может, даже еще потом солом подбавишь. Да нет, это не вся. Да я знаю. Я знаю, что не вся. Так, ладно, все. Навоза у нас нету. Палочку возьми только в руки. Или это, рукавицу сними рукой. Все равно замазывать рукой придется. Потом помоешь ее. А, Наталья, для чего кипят. Ты много воды добавил. Ты что сделал-то? Не, стоп. Тут есть северенцы. Я понимаю. Ты что понимаешь? Как ты будешь сейчас? Опять за глину пойдешь? Ну да. Ну да. Вот так вот. Он и начал с каким-то бревном тащить что-то. Гнилое бревно, видимо, нашел. Так, ну все, в принципе. Все готово. Мне кажется, я мало воды взял глины. Ты много воды добавил. Глину тут нормально взял. Ты много добавил воды, и вот у тебя жидко получилось. Мне идти снова заглянуть? Ну конечно, не старый. Куда деваться-то? В следующий раз будешь потихоньку добавлять. Помаленьку. Ну ладно. Слава Богу за все. Холливуде.